Здарова всем ребят! Не знаю как у вас, а у меня ютубчик что-то все хуже и хуже работает, поэтому если вы смотрите это видео на ютуб, ну я поздравляю, у вас прям вот, ну прям фартит вам максимально. Вот, а для всех остальных, если вдруг подтормаживает и у меня удалось таки на рутуб залить ролики, у меня просто уже месяц ошибку выдает, то ссылку на ролик, ну дубль этого видео вы найдете на рутубе по ссылке в описании. Посмотрите, если удалось, то она там будет. Ну а теперь давайте переходить к новостям, и прежде чем переходить к новостям, я забыл, что я же голду каждом видео разыгрываю, 10 тысяч игрового золота, оставляйте комментарий, можете поругать, похвалить, обсудить какую-то новость из услышанного, вот, и в конце комментария оставляйте свой танковый ник из мира танков, вот, в конце месяца буду случайным образом выбирать победителей, ну по 2500 голды победители получают. Ну, по-моему, жирно. По-моему, никто столько за раз не разыгрывает. Вот, ну а теперь давайте переходить к новостям. Начнем с хороших новостей, я тут пару дней назад зашел в игру, и такой типа, вау, я и забыл про эту фишку, сейчас покажу. Разработчики же сейчас дарят подарки на день рождения именно аккаунта, не на ваш, а на день регистрации аккаунта. Вот, тут есть и трофейная оборудка, и 7 дней танкового премиум аккаунта, и бусты, и всякие другие плюшечки, но чтобы их получить, нужно выполнить боевые задачи, ребят. Значит, не смотрите на то, что сроки там написаны, вот, поздравляем с годовщиной, у меня аж с 10 августа по 21 сентября, дается ровно 7 дней. Вот, у меня регистрация аккаунта 14 сентября, 7 дней до 21 сентября, вот, у меня есть боевые задачи, за которые я его на голдишку могу получить, и еще разные всякие плюшечки классные, помимо того, что, как говорится, и так уже на аккаунте есть. Поэтому, ребят, если у вас, особенно те, кто возвращаются в игру сейчас после лета, если у вас скоро день рождения именно аккаунта, обычно у большинства осенью и зимой они регистрировали аккаунты, то я вас поздравляю, пожалуйста, не пролюбите этот момент со дня дня рождения, у вас 7 дней, чтобы выполнить боевые задачи. Казалось бы, мелочь, да, но если бы вот мне не сделали этот подарок, я бы и пропустил тот момент, что я уже 14 лет в игру играю. Так что, спасибо разработчикам, ну, а дальше, ребят, будет небольшая вставочка, она интересная, информативная и полезная и для вас, и для меня в частности, поэтому прошу уделить полторы минутки внимания. Я заранее, ребят, хочу сказать спасибо тем, кто действительно пройдет по ссылочке, активирует и получит себе неплохую, я бы даже сказал, хорошую и даже более того отличную ПТ-шку к себе на аккаунт. Ну, таким образом, как я и сказал, это поддержка и мне, и каналу. Ну, а те, кто зайдут на почту, посмотрите, там во вкладке рассылка обычно есть письмо от Андрея из Мира Танков, листайте это письмо в самый низ и за то, что вы прочитали письмо до конца, вы поощрите себя бонус-кодиком. Плюс еще два бонус-кодика там будут для друга. Эти бонус-кодики дают одно и то же, они дают один день танковый премиум-аккаунт на аккаунт, на котором вы их активируете. Поэтому можете активировать себе, если вы забыли свою почту или лень, и никто до вас этого еще не успел сделать, можете вот два кодика, которые вы видели для друга, скопировать себе, ну, переписать с экрана, разумеется. Вот, и активировать их на свой аккаунт. Ну, кодики активируются один раз, если что, если кто-то до вас использовал, второй раз не получится, но каждому на вашу почту приходит. Кстати, если вам лень с кем-то делиться, можете на сайт Твинков активировать, ну, в конце концов, день премиум-аккаунта, может, у вас там какие-то задачи под это есть. Кстати, о задачах, которые вы, скорее всего, тоже пролюбили. Есть у нас вкладочка такая, полигон, это игра на танках любого уровня против ботов. Там вы можете выполнять боевые задачи и получать за это награды. Как видите, здесь и бончики, правда, немного есть, и день премиум-аккаунта, ну, в общем, такие не самые жирные награды. Если я не ошибаюсь, если вы не играли более 100 дней, у вас здесь будут совершенно более жирные награды, там, вплоть до, по-моему, даже премиум-танка. Я, честно говоря, уже подзабыл, но если вы вот реально вернулись недавно в игру, то для вас это будет доступно. Посмотрите, вкладка полигон. К тому же сейчас говорят, что на полигоне там, ну, боты, которые против вас играют, это вроде те же самые танки, только у них, например, может альфа быть больше, чем у стандартного танка. Ну, типа, для повышенной сложности, чтобы вам тоже не скучно было против них играть. Потому что слишком легкая игра, ребят, ну, многие говорят, что, типа, хочу играть легко, нагибать, ну, быстро приедается, и не так уже кайфово получается накатывать. Также, если кто-то вдруг не знал, то каждый патч обновляется. Стальной охотник, там, какие-то балансные правки вносят, вот, и появляются боевые задачи, которые выполняются в Стальном охотнике, за которые, вот, награду у вас все, ну, в принципе, перед носом, да, там, различные, ну, не самые жирные, но, тем не менее, внутриигровые ресурсы присутствуют. Стальной охотник, да, больше, так, в принципе, искать нечего, там, постоянно что-то балансируют, доводят его до ума, я так понимаю, хотят сделать из него какую-то, вот, ну, киберспортивную дисциплину. Ну, это чисто мои предположения, как бы, официально это я нигде не слышал, не анонсировалось. Ну, и раз уж мы тут про киберспорт завели разговор, ребят, натиск уже стартовал вместе с выходом патча. Я, как всегда, эту тему пролюбил, разумеется, были более важные дела, там, постримить и то, и это, и все, и протестировать нужно было, вот, поэтому очень важно. Здесь есть еженедельные задачи, вот видите, с 11-го числа по 23-е сентября, потом 24-го они обновятся. И чтобы дойти всю прогрессию, вы видите, здесь и голда есть, и дни танкового премиум аккаунта, и самое главное, впервые в игре, получается, появляется боновый улучшенный прицел. Вот, соответственно, ну, нужно каждую неделю хотя бы боевые задачки закрывать. Ну, у меня это в среднем 2 часа занимает времени. Кроме того, сейчас открылась темная лошадка. Если вы зайдете во вкладку магазин, третья вкладка слева, вот сейчас не смотрите, я тут листаю, я не туда полезу. Вот, третья вкладка слева, магазин натиска, это магазин за боны, здесь доступны танки за боны. И вот новый танк, который появился в сентябре, все от него визжат, я, правда, еще не играл. Это вот на базе КС-ки 63-й Вилка, ну, его так и называют Вилка. Стоит он 25 тысяч бон, ну, и доступен, если вы попадете в ранг золота, или уже ранее попадали, вот, в этом году. Вот, но я рекомендую квалификацию как минимум пройти, получите еще скидочные купоны. И вот я их применяю, видите, у меня цена вместо 25 тысяч становится 10 тысяч бон. Уже можно брать, но я не тороплюсь. Я лучше сейчас квалификацию до среды успею пройти, закрою боевые задачи. Заработаю, если я не ошибаюсь, около 6 жетонов, каждый по 500 бон скидкой, это еще 3 тысячи бон скидкой. Итого, за 7 тысяч бон я могу взять шикарный танчик, который, говорят, сейчас просто рвет рандомчик. Ну, и вообще, если вы активно играете в игру Мир Танков, да, я рекомендую вам все-таки не пропускать сезонный натиск. Как вы видите, там, блин, голды, если я, ну, или там, или 2, или 2,5 тысячи голды, то кто успел рассмотреть? Я видел там, там, тысячу или полторы, и 2 по 500, или 3 по 500. Честно говоря, сильно не обратил внимания, вот, но вот из таких мелочей можно себе и месяц премиум аккаунтов в итоге нафармить. Ну, и в конце, ребята, еще один момент, который вы могли пропустить. Лично я тоже этот момент упустил. Дело в том, что пока мы тут все разбираемся, вот этот вот фугасный монстр GPT-75 имба-неимба, токсичный, не токсичный. Кстати, посмотрите мой ролик о том, как блогеры убивают игру. Вот, вышел вот в пятницу. Более часа идет, кому заняться будет нечем, есть время, посмотрите. Так вот, пока мы все это обсуждали, мы упустили, ребят, настоящую имбу патча 1.29. Это польская ПТ-шка, как раз та же, из той же самой ветки польских ПТ-шек, ну, которую я вам в этом ролике рекламировал. Вот, это Зубар, ну, это 10-й левел, и от него сейчас все визжат от восторга. Он разрывает рандом и вышел по показателю трех отметок сейчас на первое место. Я понимаю, что спустя время он немножечко приземлится, там, может, даже немножко вниз откатится. Но сам факт того, что он даже вазика пятого, который вообще признанной им бищей сейчас среди всех левелов, вот, даже несмотря на то, что он вот его обскакал, он его достаточно с хорошим отрывом обошел. Вот, поэтому я, конечно же, не говорю вам бежать скорее прокачивать эту ветку у польских ПТ-шек, вот. Но, как минимум, выполнять боевые задачи раннего доступа тоже не забывайте. Вот, заглядывайте туда, там некоторые задачи не выполняются сами по себе. Ну, там нужно, например, на легких танках некоторые выполнять и так далее. Так что обращайте на эту вкладочку внимание, смотрите, какие задачи, и подбирайте технику соответственно. На этом все. Надеюсь, видео было полезным и, самое главное, информативным. Напишите об этом в комментарии, поставьте лайкос, и пока-пока!